Уральский кардиоцентр нуждается в новом специализированном помещении. На протяжении нескольких лет из-за нехватки койко-мест пациенты медицинского учреждения при госпитализации вынуждены лежать в коридорах. Представители Акимата Западно-Казахстанской области неоднократно заявляли о строительстве нового кардиологического корпуса при городской многопрофильной больнице, затем реконструкции здания нового следственного изолятора под медучреждения. Но пока все безрезультатно. Как отдельное медицинское учреждение, областной кардиоцентр начал функционировать в 2003 году в здании бывшего санатория. Здание это нетиповое, то есть изначально не предназначенное для лечения людей с заболеваниями сердца. Капитального ремонта здесь ни разу не было. При том, что стационар рассчитан на 140 койко-мест, приходится размещать до 180 пациентов, говорят медицинские работники учреждения. В палате мест было мало, и пациенты как бы приходилось лечить пациентов в коридорах. Это все знают. И в связи с этим Акимов области было принято решение как бы выделить нас, то есть поставить вопрос строительства типового кардиоцентра. И вроде как бы это как бы веление времени. На данный момент в связи с пандемией ситуация как бы еще более усугубилась. В связи с тем, что у нас опять-таки здание нетиповое, у нас нет, как бы мы не можем отграничить, разграничить грязную и чистую зону. О строительстве нового корпуса кардиоцентра заявляли еще несколько лет назад. В мае 2019 года был презентован проект по строительству кардиологического корпуса при городской многопрофильной больнице. Прошло около двух лет, но его так и не реализовали. Весной текущего года представители Акимата Западно-Казахстанской области заявили, что под кардиологический центр решено реконструировать здание недостроенного следственного изолятора. Какие работы ведутся в этом направлении, неизвестно. Тем временем в действующем кардиоцентре по-прежнему вынуждены принимать большой поток пациентов. Оборудование здесь уже приходит в негодность. На острый коронарный синдром работает ангиография. Имеется оборудование, которое уже служили уже долго лет. Они уже требуют обновлений на сегодняшний день. Это оборудование уже старое, можно сказать. Ангиография – это ежедневно важно. Почему? Потому что все связано с нашей лечением и диагностикой, связанной с ангиографией. За последний год в кардиоцентре провели порядка двухсот сложных операций на сердце. Медицинские специалисты говорят, что число пациентов не уменьшается. Сердечно-сосудистые заболевания, наоборот, молодеют.